ФЕРМЕНТАЦИЯ 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 Всем привет! А сегодня мы поговорим о том, что такое ферментация. Слово часто встречается, когда мы читаем описание разных китайских чаев. То есть ферментация может быть небольшая, как у зеленого чая, или практически 100%, как у самых темных пуэров, либо достаточно высокая, как у красного чая, который я сегодня и пью. Но все-таки всем мне лично хотелось понять получше, что же это за зверь такой, ферментация, с чем его едят. А вот сейчас мы и посмотрим, как осуществляется ферментация на примере трех различных растений, которые растут у нас в Подмосковье. К сожалению, чай у нас растет либо в домашних, либо в сугубо тепличных условиях. Однако процессы абсолютно одинаковы. И поэтому их можно изучить на примере практически любого растения. Иногда рассказывается способ, когда мы кусаем яблоко, когда срез темнеет, то есть разрушаются клетки, и выступает сок, который взаимодействует с тканью. То есть именно в этом и состоит ферментация. То есть особый биохимический процесс, взаимодействие сока, содержащегося в листе, когда он выступает на поверхность, и в процессе взаимодействия лист темнеет. Итак, попробуем немножко чайку. И посмотрим, как осуществляется ферментация. Мы начнем с... Здесь я сорвал чуть пораньше. Во-первых, лист красной смородины. Во-вторых, лист сливы. Извиняюсь, вишни. Вишни, конечно же. И хорошо знакомый всем нам... Сейчас также все более популярный... Лист кипрея, иван-чая. Начнем с красной смородины. Значит, для того, чтобы запустить ферментацию, надо каким-то образом, чтобы сок выступил на поверхность листа. Как правило, это какое-то воздействие, механическое воздействие, которое приводит к тому, что сок... часть клеток разрушается, и сок выступает на поверхность. Сейчас мы попробуем это сделать для всех трех растений, и посмотреть, что же будет происходить. То есть, лист у нас слегка подвяленный, то есть, собран чуть пораньше и помещен на солнышко. Так, теперь мы возьмем кипрей. Вот, видно, что он пока зелененький такой. Ну, сейчас мы вот каждый листик разомнем хорошенечко. Вот, и посмотрим, что с ним будет происходить. Вот, характерным у кипрея местом, где можно наблюдать особенно хорошо, ну, кроме поверхности, это вот стебелек, черешок-черешок. Да, видно, что сейчас он такой бело-светло-светло-зелененький. Вот, значит, все мы листочки разминаем. Вот, сок у нас выступает на поверхность. Поверхность становится маслянистой. Вот, и мы помещаем их далее лежать. Вот, хорошенечко разминаем. Ну, то есть, собственно, мы проходим ровно те стадии, которые проходят любой чай. И в завершении у нас лист вишенки. Вот. Сейчас мы все это закончим и немножечко подождем некоторое время. Ну, надо сказать, что, как я уже рассказывал в первом видео, посвященном классификации китайских чаев, ферментация может быть разной. И для чай улун, чаев средней степени ферментации, она, краешка, максимальная, а серединка листа у нас максимальная. Ну вот, подождем немножечко. Вот. Видно, что лист уже становится темным, он темнеет. Вот. Ну, вот можно, значит, чуть еще помять и сказать о температуре. То есть, вы видите, что сейчас все это происходит просто вот на наших глазах, без всякого прогрева, кроме как за счет естественного прогрева на солнышке. Но для того, чтобы процесс ферментации шел более интенсивно, температура повышается. Хотя, опять-таки, даже вот при температуре где-то градусов 25-30, которая сейчас у нас, ферментация идет достаточно активно. то есть, вот, видно, что лист темнеет довольно здорово, лист вишни. Вот. Ну, можно еще чуть-чуть листочки помять. Вот. Видно, вот, на обратной стороне, видите, появляются очень темные такие прожилочки. места, где и цвет листа буреет. Вот это вот очень характерное. Характерное, значит, показатель. Можно вот такого еще приметь. Вот. И прямо вот в следующий раз мы увидим, что те места, которые я размял, они достаточно быстро темнеют и ферментируются. ферментируются. Ну, сейчас посмотрим, что там произошло у нас с кипреем. Вот. И вот, что у нас произошло с кипреем. Ну, вот, видно, что лист у нас начинает темнеть, становится очень таким маслянистым. Вот. Что и представляет собой ферментацию. Ну, вот, собственно, вот. Сейчас вот я размял. То есть, у разных растений, естественно, идет с разной скоростью. Ферментация. Вот. Вот. Видно уже, что листочки вишни с тыльной стороны стали бурыми. Здесь с внешней стороны они очень активно темнеют. и чернеют. Вот, собственно, для нее процесс ферментации идет максимально быстро. Ну, вот, следом следует также и смородина и кипрей. Надо сказать, что вот эти способы применялись в Китае достаточно давно. Можно спорить о том, когда именно они догадались вот таким образом запускать эти процессы. Ну, то есть, процесс ферментации может запускаться и поддерживаться, как я говорил, нагревом. Вот. Но для пуэра, например, используется технология влажного скердования, да, когда лист помещается в большие кучи, накрывается тканью и начинается особо медленный процесс ферментации, такое своего рода брожение, когда лист темнеет и ферментируется постепенно. Ну, плюс там подключаются еще и кое-какие грибковые микроорганизмы. Вот. Ну, давайте посмотрим в результате, что у нас получилось. Вот. Видно, что смородинка у нас темнеет, но не очень быстро, хотя ей требуется чуть большее время, ну, в принципе, она самая светлая. Ну, вот лист у нас темнеет. Далее, далее, вот, кстати, за то время, как я рассказывал, вот, видно, что очень активно процесс ферментации прошел для вишни. То есть, с тыльной стороны она такого бурого цвета стала, вот, с внешней появляются практически такие темно-темно-зеленые, фактически черные полосы в тех местах, которые, в которых я нажимал. Ну, вот, видно, да, с тыльной стороны листок уже совсем такой бурый стал. Видите, прошло буквально несколько минут без, замечу, опять же, без всякого нагрева. То есть, примерно 40 градусов процесс ферментации чрезвычайно активно запускается. Вот. Ну, вот кипрей, кипрей тоже у нас ферментируется постепенно. Ну, для него требуется чуть большее время, нежели для вишни. Вот. Ну, вот если подогреть или чуть подождать, тогда и кипрей становится темным. Ну, то есть, точно так же происходит и с чайным листом. Красный чай, то есть, черный в нашей терминологии, он получается именно такими процессами. То есть, подвяливание, потом идет процесс скручивания ферментации, потом иногда снова повторяется скручивание ферментации и уже окончательная сушка. так же можно сказать, что для некачественных чаев, да, все индийские чаи мелко нарезанные, как раз темный-темный настой объясняется тем, что все листья порезаны, сок активно уделяется в местах разреза, и поэтому этот чай довольно крепкий по настою своему так же темного цвета, ну, для более качественных чаев, конечно, используются более деликатные способы без нарушения целостности листа, которые, однако, вот, да, вот, 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 видно, что уже даже на смородине появляются темные пятнышки в тех местах, которые максимально, максимальное давление испытывали, ну, вот, видите, то есть мы запустили с вами процесс даже вот при такой уличной температуре, ну, вот, и кипрей также видно, что он стал таким темно-зеленым, вот, ну, через некоторое время, как и говорил, черешок тоже становится коричневого цвета, ну, вот, вкратце, что такое ферментация, как осуществляется, для каких чаев она применяется, всем хорошего чая, до новых встреч, счастливо! субтитры, субтитры, субтитры,